В Бендерской специальной коррекционной школе-интернате 8 вида обучается полторы сотни детей с ограниченными возможностями. В этой школе почти полвека, и большинство педагогов здесь работают десятилетиями. В этот праздничный день глава государства пожелал учащимся быть счастливыми, отметив, что счастье детей в руках взрослых. И именно взрослые должны сделать все возможное, чтобы воспитанники этого учебного заведения чувствовали себя частью нашего общества. Вадим Красносельский напомнил, что 2018 год в Приднестровье объявлен годом равных возможностей. Это, конечно, социализация наших деток, чтобы дети, которые присутствуют вместе с нами, чувствовали себя частью нас. Не были ни в коем случае изгоями, ни в коем случае. Были именно имперементированы наши общества и были одно целое вместе с нами. А для этого, по словам Вадима Красносельского, в государстве необходимо создавать условия для педагогов, работающих с особенными детьми. Президент напомнил, что в этом году для педагогов всех коррекционных школ повысили заработную плату на 30%. Также глава государства акцентировал внимание, что в этом году Бендерская коррекционная школа попала в программу капвложений. К учреждению будет выделено около миллиона рублей. Да, может быть, сумма недостаточно, но я думаю, что этой суммой вы закроете самые главные проблемы, которые существуют в вашем учебном заведении. Я глубоко убежден, что ваше учебное заведение должно просветать, вынесете добро. Вы, самое главное, что я, в принципе, обозначил, социализируете наших детей, вливаете их в наш большой коллектив, коллектив и общество граждан Бенестровской Молдавской Республики. Мы, взрослые, будем делать все, что от нас зависит, чтобы ваше детство было ярким и незабываемым. Хороший вам каникул, запастись энергией и желаю вам послушных родителей. С праздником! И вы всегда убегаете музыкальными своими выступлениями на самых личных площадках. Ваше выступление всегда незабываемо. Но и чтобы это становилось из года в год все лучше и лучше, мы решили привезти вам подарок музыкальному церкву. В гости в этот день глава государства приехал не с пустыми руками. Всем ребятам вручили сладкие подарки и игрушки, а учреждению подарили наборы спальных принадлежностей и телевизор.